Итак, хорошо. Я, конечно, очень волнуюсь, сегодня целую ночь не спала. В принципе, как и многие из нас. Но это никак не связано с поздравлением. Просто разгульная молодая жизнь. Писала всю ночь, просто готовилась. Да, мой сынок тоже поддерживает меня. Я хочу сказать, что Дима у нас первая-первая нецумавая. Ну, как внук. Мне было 9 лет, когда он родился. Для меня он как сын. Я его воспитывала, в колясочке возила, там кормила, помогала своей сестре. Для меня этот момент, такое ощущение, что я выдаю своего сына в новую жизнь. В создание семьи. Я, конечно, за них очень рада. Я очень рада, что нашел свою половинку. Да что ты платишь, что ли? На самом деле, он создает всюду, не строгательный момент, заключается в вашем сыне, который стоит рядом. На него смотришь и сразу чувствую. Я уже не плачу, я с утра плакала. Я плачу. Я плакала с утра, когда думала, что сказать, ну, что пожелать молодым. А вы вот плачут сейчас. Я тогда не плакала. А я просто лежал на диване, и вы все равно. А сейчас, да. Я желаю вам, чтобы вы протягивали руку помощи друг к другу, когда это необходимо. Потому что вы теперь у друг друга главная опора и сила. Вы семья. Вы должны равняться друг на друга. Желаю вам, чтобы вы никогда не забывали о словах любви, о словах нежности друг к другу. Всегда подпитывайте себя какими-то романтическими свиданиями, сладкими процедуями, романтическими моментами, романтическими ночами. Что-нибудь такое, что вдохновляет вас на жизнь, на семейную жизнь. Старайтесь слышать друг друга и понимать друг друга. Без этого вы не найдете себя. Вам нужно быть единым целым. Единым целым, да. Вы должны дополнять друг друга. Вы же одно целое теперь. Вы семья. Вообще, мы за вас. Я даже не знаю, что сказать. Подождите, вы написали там столько всего и все это время, что вы говорили. Все это не то, что вы написали. Но можете зачитать там? Зачитать, но все равно. Можно без микрофона, чтобы вам было удобно. Просто прочтите тот текст раз вы всю ночь не с вами из-за него. Дорогие мои молодожены, сегодня вы стали мужем ожидать. Помните, что на жизни на этом пути нельзя избежать препятствий. Будут и болезни, и ссоры, и ненастья. Желаю, чтобы вы всегда не теряли уважение и нежности друг к другу. Чтобы вы всегда протягивали друг к другу. Желаю, чтобы вы всегда не теряли уважение. Желаю, чтобы... Подождите. Э, подержите! Субтитры сделал DimaTorzok